Мир всем. Мир всем. Вчера принимаем. Игнатий Тихонович, это я. Здравствуйте. С миром, Игнатий Тихонович, всем. С миром. Игнатий Тихонович, это я. 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 И в душе истинны, и живи здесь, и не вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю принеслися вны, и очистены от всяких скверных, и спаси Боже души наши. Господи, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Евангелие от Марка, 14 глава, с 50 по 54 стихи. Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногу на телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, и он, оставив покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, и он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями, и грелся у огня. Толкование. Ученики разбежались, ибо невозможно было самосуще и истине и пророкам солгать. Только один какой-то юноша шел за ним. Этот юноша был, вероятно, из того дома, в котором ели Пасху. Некоторые, впрочем, думают, что это был Иаков, брат Божий, прозванный праведным, ибо он во всю свою жизнь ходил в одной мантии. По вознесении же Господнем, он принял от апостолов и престол епископский в Иерусалиме. Он, так говорят, оставив верхнее покрывало, бежал. И нет ничего удивительного, что, когда бежали верховные апостолы, Иисей оставил у Господа. Впрочем, Петр, являя теплейшую любовь к учителю, следовал за Христом. Закон повелевал, чтобы у иудеев был один архиерей во всю свою жизнь. Между тем, у них тогда было много архиереев, которые один за другим каждый год покупали властью Рима. Таким образом, архиереями, евангелист называет тех, которые, пробыв некоторое время в архиерействе, оставили оное. Вопросы. Евангелие от Марка, 14 глава, с 55 по 61 стихи. Первосвященники же и весь Синедревон искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать Его смерти. И не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него. Но свидетельства сии были недостаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили. Мы слышали, как Он говорил, я разрушу храм всей рукотворенной, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенной. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса. Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. А опять первосвященник спросил его и сказал ему. Ты ли Христос, Сын Благословенного? Толкование. Люди сами, достойно осуждения, составляют вид судилища, чтобы показать, будто вымертвили его, Христа, по суду. Но где справедливость суда, когда приводятся свидетели, не могущие сказать ничего справедливого, а только одно буйство и нелепость? Да эти самые, кои думали сказать нечто дельное, сказали ложь. Ибо Господь не говорил, но я разорю церковь, но разори те. Не сказал при том церковь рукотворенную, а просто церковь. Ахиерей, восстав, попрошал Иисуса в намерении побудить его к ответу, а ответ обратить в обвинение. Но Христос молчал, зная, что не будут внимать словам его. Вопросы? Евангелие от Марка, 14 глава, 62 по 65 стихи. Иисус сказал, я, и вы узрите сына человеческого, сидящего весной силой, грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник, разобрав одежды свои, сказал, на что еще нам, свидетели, вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, узорять его и говорить ему про реки. И слуги били его полонитом. Толкование. Первосвященник снова спрашивает Иисуса не с тем, чтобы, познав истину, уверовать, но чтобы иметь какой-либо предлог к осуждению. К словам, ты ли Христос, помазанник, он присолкупляет, сын благословенного. Ибо многие были помазанниками, так как назывались всем именем и цари, и перосвященники, но ни один из них не был сын Бога, пресно благословляемого и прославляемого. Посему-то и осуждения их будет тем больше, что они, слышав это свидетельство, не угоровали. Ибо он приявит снова, не без тела, но таким, что может быть видим и узнанно распявшими его. При этом архиерей исполнил обычаи и разодрял одежду. Ибо когда случалась с иудеями какая-либо беда или скорбь, они раздирали одежду. В настоящем случае архиерей разодрал одежду, свой знак того, что Иисус будто бы произнес хулу на Бога. И таким образом произошло великое зло. Вопросы. Евангелие от Марка, 14 глава, 66 по 72 стихи. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок и расхищенника. И увидев Петра, греющегося, и смотревшись, не он сказала, и ты был и с Иисусом Назарянином. Но он отрекся, сказав, не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор и запел Петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоявшим тут. Это ты из них. Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру. Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно. Он же начал клясться и божиться, не знаю человека сего, о котором говорите. Тогда Петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде, нежели Петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня. И начал плакать. Толкование. Покаяние и слезы опять возвратили Петра ко Христу. Петухи обыкновенно в один раз делают по несколько возгласов. Потом засыпают. А после некоторого времени снова начинают пение. Но допоследятся нововетяне, не приемлющие согрешивших после крещения, покаяния и причащения святых тайн. Вот Петр, отрекшийся уже после причащения прочистого тела и крови, снова был принят в апостольский лик. Ибо падения святые для того и описываются, чтобы мы, когда по невнимательности своей падаем, взирали, например, и спешили бы покаянием исправиться. Вопросы. Глава пятнадцатая. Евангелие от Марка. С первого по пятнадцатой стихи. Немедленно по утру перосвященники со старейшинами и книжниками весь Синедрион составили совещание. И, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ, «Ты говоришь». И перосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат удивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варабва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, «Хотите ли я отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучшего Варабва. Пилат, отвечая опять, сказал им, «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали, «Распни его!» Пилат сказал им, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали, «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варабву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Полкование. «Иудеи предали Господа римлянам, зато и сами преданы были от Господа в руки римлян» Исайя 3.11, Псалом 27.3, Авде стих 17. Слова «ты говоришь» можно понимать так, «Правду ты говоришь, ты сам сказал, кто я». А можно понимать и так, «Я не говорю этого, а ты говоришь». Но быв спрошен в другой раз, Христос ничего не отвечал, и тем привел Пилата в удивление, ибо Пилат удивился, что он, будучи сведущ за кунии и красноречив, и имея возможность одним ответом несповернуть возводимые на него клеветы, ничего не говорила, а напротив смиренно терпел обвинения. Заметь же кровожадность иудеев и умеренность Пилата, хотя и он достоин осуждения, потому что не с твердостью стоял за праведником, ибо те кричали «Распни его!», а он, хотя слабо, однако пытался освободить Иисуса от осуждения. Ударяйте ременным бичом, дабы видно было, что они приняли его, как осужденного уже на судилище, ибо он хотел сделать угодное народу, то есть сделать угодное, приятное для народа, а не то, что угодно Богу. Вопросы? Идем дальше. Евангелие от Марка, 15 глава, 16 по 21 стихи. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багреницу, и слепили терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его. Радуйся, царь Евгейский! Убили его по голове тростью, и плевали на него, становясь на колени, кланялись ему. Тогда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды, и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова Ируфова, идущего с поля, нести крест его. Толкование Военное сословие, всегда утешающееся бесчистыми обидами, теперь выказало обыкновенное свойство свое. Ибо если иудеи, слышавшие от Христа столько получений, и получавшие от Него так часто и так много благодеяний, нанесли Ему столько поруганий, то что нам сказать о язычниках? И так они связывают, простите, и так они взывают на Него целый отряд, облекают Его для посмеяния, порфиру, как царя, и начинают бить Его. Берут в Вене Стерновой, вместо Диодимы, вместо Скипетра, трость. Все и слуги дьявола заставили, как сказано, некого нести крест его. Ван Геотана 19.17. Но было и то, и другое. Сначала несколько времени Он сам нес крестное дерево, а когда нашли другого, способного нести, тогда заставили сего последнего, и крест несен был им. Мы именуемся христианами, то есть помазанными, подобно как некогда назывались христами цари. Посему да будет жизнь наша не арабская, низкая, но царская и свободная. Будем носить терновый венец, то есть почтим все венчаться жизнью строгою, воздержанную, чуждую, плоских удовольствий, а не роскошную, изнеженную и преданную чувственным наслаждением. Соделаемся и с Симоном, что значит послушание, и возьмем крест Иисуса, умертвив члены наши земные. Слание Колосина 3.5. Вопросы? Евангелие от Марка, 15 глава, 23 по 28 стихи. Привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Раскарвшие его дело делили одежды, его бросая рыбе, кому что взять. Был час третий, и раскали его, и была надпись вины его, царь иудейский. С ним раскали двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, и к злодеям предчтем. Толкование. Есть предание, дошедшее до нас от святых отцов, что на Голгофе погребен был Адам. Здесь распинается и Господь, врачующий падение и смерть Адамову. Дабы там же последовало и разрушение смерти, где было начало смерти. Смирно есть самая горькая жидкость, значит, что давали Господу в поругании над ним. Другой евангелист говорит, что Господу подали уксус с желчью, Матфея 27.34, а третий, что ему поднесено было и еще что-то. Но в этом нет противоречия. При тогдашнем бесчинстве одни приносили то, другие другое. Один уксус с желчью, другой вино со смирным. А могло быть и то, что вино было окислое, а смирно прогорклое. Исследовательные евангелисты согласны между собою. И вино могло быть названо уксусом, а смирно желчью. Первая по своей кислоте, вторая по горечи. Матфея 27.34. Ибо когда сказано, не принял, всем уже ясно показано, что не пил. И жеребий бросали об одежде его также в поругание над ним, то есть разделяя между собой, как бы царские одежды, тогда как они были искудны. Написали надпись, то есть вину, за которую Господь распит, царь иудейский, чтобы опозорить славу его, как человека возмутительного и называющего себя царем, чтобы все проходящие не только не жалели о нем, а напротив нападали бы на него, как на похитителя царской власти. Но как Марк говорит, что Христос распит был в третьем часу, а Матфея, что тьма произошла в шестом часу? Можно сказать, что в третьем часу был распит, а тьма началась с шестого часа и продолжалась до девятого. И с разбойниками распит был Господь для того, чтобы люди имели худое мнение о нем, что и он был злодей. Два разбойника были образами двух народов, иудейского и языческого. Оба сии народа были беззаконны, языческий, как приступивший естественный закон, иудейский, как приступивший и сей закон, и писанный, который дал ему Бог. Но языческий народ оказался благоразумным разбойником, напротив иудейский, хурителем до конца. Посреди сих двух народов распинается Господь, так как Он есть камень, соединяющий нас в себе. Вопросы? Евангелие от Марка, 15 глава, 29 по 32 стихи. Проходящие злословили Его, кивая головами своими, и говоря, «Э, разрушающий храм, и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста». Подобные перосвященники с книжниками насмехались, говорили друг другу, «Других спасал, себя не может спасти». Христос, царь Израилев, «Пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили Его. Толкование. Но говорить, «Сойди со креста», побуждал их дьявол. Так как начальник зла знал, что крестом совершится спасение, то снова искушал Господа, дабы в случае сошествия Его со креста убедиться, что Он не Сын Божий, и чтобы таким образом разрушилось спасение людей крестом. Но Он был истинный Сын Божий, и посему-то именно не сошел с креста. Вопрос. Евангелие от Марка, 15 глава, с 33 по 39 стихи. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом, «Элои, элои, лама совахвани!» Что значит «Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые, стоявшие тут, услышав, говорили «Вот, Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придется ли Илья снять его!» Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Из овеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал «Истинно человек сей был Сын Божий». Толкование. Тьма была не в одном месте, но по всей земле. Если бы тогда было время ущерба луны, то еще мог бы кто-нибудь говорить, что это было естественное затмение, но теперь был 14-й день месяца, когда естественное затмение невозможно. Пророческое изречение Господь произносит по-еврейски, показывая, что он до последнего дыхания чтит еврейское. «Для чего ты меня оставил?» Говорит он от лица человеческого естества. Как бы так. «По что ты, Боже, оставил меня, человека, чтобы я имел нужду в распятии за меня Бога?» «Ибо оставлены были мы, люди, а он никогда не был оставляем отцом». Ибо прежде души всех содержались в Аде, пока не пришел проповедавший пленным отпущение. Завеса раздралась в знамение того, что благодать Духа отступила от храма, что святое святых делается видимым и доступным для всех, как это и сбылось, когда вошли римляне, и что самый храм сетует, как обыкновенно иудеи поступали в несчастьях и раздирали одежды свои, так и храм, как бы одушевленный, показал тоже во время страданий Творца, раздрав одежду свою. Но этим означается и другое нечто. Плоть наша есть завеса нашего храма, то есть тюма. Итак, сила, которую плоть имела над Духом, разодрана страданиями Христовыми сверху донизу, то есть от Адама до последнего человека. Ибо и Адама светился страданиями Христовыми, и плоть его уже не подлежит проклятию и тлению. Напротив, все мы почтены не тлением. Вопросы? Евангелие от Марка 15, глава 40-41 стихи. Были тут и женщины, которые смотрели и издали, между ними была и Мария, Магдалина и Мария, мать Якова, меньшего Иосии, и Соломия, которые тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему. И другие, многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. Толкование. Мария, мать Якова, меньшего Иосии, то есть Богородица, которая была для них матерью, так как она обручена была Иосифу, а Яков и Иосия были дети Иосифа, то она называется матерью их, как мальчик. Подобно так называлась и женой Иосифа в образе невесты. Вопросы? Вопросы? Евангелие от Марка, 15 глава, 42-47 стихи. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царство Божие. Осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу, и сняв его, обил плащаницу, и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Толкование. Блаженный Иосиф, еще служа закону, признал Христа Богом, почему и дерзнул на похвальный подвиг. Не стал он размышлять, вот я богат и могу потерять богатство, если буду просить тело того, кто осужден за присвоение себе царской власти, и сделаю с ненавистным у Иудеев. Так ни о чем подобном не размышлял сам с собой, но оставив все как менее важное, просил одного предать погребению тело осужденного. Получив тело, Иосиф купил плащаницу, и сняв тело, обил ею честное, честно предавая погребению. Ибо он был и сам ученик Христов, и знал, как почтить владыку. Он был благообразен, то есть человек почтенный, благочестивый, безукоризненный. Что касается до звания советника, то это было некоторое достоинство или лучшее служение и должность гражданской, которые имеющие должны были заведовать делами судилища. И здесь часто подвергались опасностям от блогопотреблений, свойственных всему месту. Пусть слышат богатые, занимающиеся делами общественными, как достоинство советника нисколько не препятствовал добродетели Иосифа. Имя Иосиф значит приношение, а Аримафей возьми Оное. Будем же и мы, по примеру Иосифа, всегда прилагать усердие к добродетели и взимать Оное, то есть истинное благо. Да сподобимся принять и тело Иисусова посредством причащения и положить Оное в гробе, иссеченном из камня, то есть в душе, твердо пометующий и не забывающий Бога. Да будет душа наша иссеченную из камня, то есть имеющую свое утверждение во Христе, который есть камень. Да обвием все тело плащаницей, то есть примем его в чистое тело, ибо тело есть как бы плащаница души. Божественное тело должно принимать не только в чистую душу, но и в чистое тело. Должно же именно обвитенное, то есть покрыть, а не раскрывать, ибо таинство должно быть покрыто, сокровенно, а не раскрываемо. Вопросы. Евангелие от Марка, 16 глава, с 1 по 8 стихи. О прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца, и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба, и взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик, и войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите на заренина распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен, но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам, и выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Толкование. Ничего великого и достойного божества Иисусова не помышляют жены, когда сидят при гробе и покупают мира с тем, чтобы по иудейскому обычаю помазать тело, дабы оно было благоухающим и издавало неприятного запаха оттения, и дабы силою мира и сушающего и поглощающего влагу тела сохранялось невредимо. Ибо субботами называли дни седмицы, а единую день первый. Восстав идут к гробу и размышляют, кто отвалит им камень. Но между тем, как они размышляли о всем, ангел отвалил камень, хотя жены не чувствовали того. Так и Матфей говорит, что ангел отвалил камень после того, как жены пришли. Но Марк умолчал об этом, потому что Матфей уже сказал, кем отвален был камень. Если Матфей говорит, что ангел сидел на камне, а Марк, что жены вошедшие в гроб видели его сидящего внутри, то с ним не должны смущаться, ибо могли они видеть ангела сидящего вне, на камне, как сказано Матфея, могли видеть опять его же внутри гроба, как упредившего их вошедшего туда. Петра отделяет от учеников или как верховного, именуя его особо от тех по преимуществу, или вот почему, так как Петр отрекся, то если бы жены сказали, что им велено возвестить только ученикам, он сказал бы, я отрекся, следовательно, уже не ученик его, а потому Господь отверг меня и возгнушался мною, поэтому ангел и присовокупил и Петру, дабы не смутился Петр тою мыслью, что будто он неудостоин и слова, как отрекшийся, и потому уже недостойны быть в числе учеников. Посылает же их в Галилею, отводя их от смятения и великого страха со стороны иудеев. Тогда объял трепет и ужас, то есть они поражены были и видением ангела, и страхом воскресения, боялись они иудеев, или одержимы были страхом отведения до того, что как бы потеряли разум, потому и ничего никому не сказали, забыв все, что слышали. вопросов. Евангелие от Марка 16 глава с 9 по 14 воскреснув рано в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине из которой знал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним и плачущим и рыдающим. Но они услышав, что он жив и она видела его, не поверили. После всего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те возвратившись возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере упрекал из-за неверия и жестокосердия, что видевшим его воскресшего не поверили. Толкование В день воскресный, так как этот день есть первый день субботы, то есть седмицы, который выше назван единого субботы. Семь бесов, противоположных семи духом добродетели, как то дух без страдания, небогобоязливости, дух неразумия, дух неведения, дух лжи и прочие противоположные дарованиям святого духа. Отвечаем, когда евангелист говорит, что возвестили прочим, то разумеет не одиннадцать апостолов, но некоторых других. Этих и назвал он прочими, так как одиннадцать видели его Христа в тот же день, в который и возвратившиеся из села. Вопросы. Евангелие от Марка 16 глава с 15 по 20 стихи. И сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. И именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьет, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Толкование. Не сказал проповедуйте только послушным, но всей твари будут ли слушать или нет. кто уверовал, но не крестился, остается еще оглашенным, тот не есть уже и спасен. Да, вы верите. Микрофончик, выключите, пожалуйста, мешайте. верующие будут сопровождать знамения, изгнание бесов, глаголы новыми языками, взимание змей, истребление змей чувственных и мысленных, как в другом месте сказано. наступайте на змей скорпионов очевидно мысленных Лука 10 19 Многие выпивая яд силою крестного знамения сохранялись неурядимыми. Ведь здесь сначала наше действие, а потом уже Божие содействие. Бог содействует нам тогда, когда мы действуем, полагаем начало, а когда мы не действуем, Он не содействует. Заметьте то, что за словами следуют дела, и слово утверждается делами, как и у апостолов, когда слово утверждали последующие дела и знамения. О, если бы Христе Слове и наши слова, которые мы говорим о добродетеле, утверждали делами и поступками так, чтобы мы совершенных предстали тебе содействующим нам во всех делах и словах, ибо тебе подобает слава и в словах и в делах наших. Аминь. Комментарий Игнатия Лавкина. Порок Иезеки 2.7 И говори им слова мои и будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Благо проповеднику, когда он при жизни видит плоды своей проповеди, и как тяжело наблюдать, когда на сотне проповедей едва ли одна душа обращается к Богу. Иоанн Златоуст утверждает, что как от человека не зависит благодать обращающая, а награда будет за труд, то вечности тот, от чьей проповеди никто не обратился, получит награду больше. А тот, через чью проповедь кто-то обратился, этот проповедник часть награды уже получил здесь, на земле, в виде той радости, которую ему доставило рожденное чадо. И тот же добавляет, что пусть моя награда будет меньше в небесах, только покайтесь, обратитесь ко Христу. Вопросы? Вот, по милости Божией, закончили мы разбор толкования Евангелия от Марка. Пожалуйста, вопросы, которые накопились, можно не по теме. Нет вопросов. Игнает Тихонович, есть что сказать народу, у которого нет вопросов? Есть. Я вчера был на занятиях, которые ведет Виктор Николаевич Савченко из Франции. Он ведет по Матфею, а у нас по Марку. Одно и то же, совершенно, потому что одни и те же учебники, одни и те же комментарии. я тогда сказал, я теперь уже ознакомился с ним, у нас ведь не пройдены еще такие материалы, противосектантские, чтобы православные умели ответить на вопросы сектантам. Не нападать, нет, там в предисловии говорится, почему мы признаем священное изображение иконы, почему детское крещение, что такое тысячелетнее царство, священство, церковь, то есть вот такие вопросы и договорились, он сейчас заканчивает там Матфея, у него осталось совсем немного, кажется, занятия, может быть, одно или два, и далее начнется, я вчера скинул на твои ресурсы и другим там из второго тома открытым оком противосектантские материалы, из третьего тома пособия по изучению Евангелия от Марка, от Марка шли, а то именно с людьми незнакомыми, как образуется община, это очень серьезный материал, и с третьего тома, я три материала скинул у тебя, ты видел Сергея Павлович? нет, да у тебя прям здесь же, повыше только глянь, рядом прям здесь, и третий материал, как с какими людьми беседовать, ну, первое, это безбожники не верят, что есть Бог, другие говорят, что Бог есть, да не знаем, что Он говорил для нас, не верят в Священное Писание, что Библия от Бога, третий, разные отговорки такие, я бы стал говорить, это уверовать, ну, я уже такие грехи сделал, Бог не простит, то есть, где-то разбивается 16, я сейчас не помню сколько, потому что там новые, наверное, пункты появились, люди разбиваются, нужно быстро определить человека, к какой группе он относится, и какое местописание ключевым является, это центр, центральный, это столб тут, на котором все будет вывешиваться, значит, у Виктора Николаевича вот так будет, я говорю, потому что те люди, которые здесь, большинство, они наполняют и его, тоже этот, ну, сессия, чат там, как называют, вот так вот будет, и согласился он, и людей спросил, и все согласились, так что, имейте в виду, я очень хотел бы, чтобы на его занятия вы приходили с бумагой и с ручками записывать, а записывать есть что будет, вот, кто-то не так понимает, а ты сразу раз местописание, а тот доказывает, допустим, баптист, писятник, адвентист, разницы нет, кто, не православный, еретик, и тогда ему как ответить, как это место, именно вот, место-то одно, но, как его понимают еще, вот сейчас считали, если кто возьмет змей, не повредит, ну, бывает так, что змея там у Павла, ехидно повисла на руке, думали, что, видимо, ужалила она его, или нет, думали, умрет, он ее стряхнул в огонь, они думали, грешник какой, от моря спасся, от змеи не спасся, а тут мнение перевернулось, боги в образе человеческом, пришли к нам, так вот, есть в Америке секта такая, где, во время их богослужения, или родения, там, как назвать, они, там специально, я не знаю, кто там, не пишут, видимо, руководитель приносит змей, ядовитых, и они эту змею берут в руки, к себе, к лицу, подносят ее, и потом передает рядом другому, и вот она, бывает змея-то, ну, ей надоест, это все, то она сразу тюкнула, ужалила, вот уже умер, вот, это уже, значит, грешник, а остальные, которых она миновала, это нормально, как можно было это вывести, вот, из этого предложения, что возьмут змей, или выпьют там, что-то ядовитое, то есть, любое слово можно взять и дурно его использовать, вот поэтому надо людям рассказать, вот, допустим, Иусин философ, канонизированный, святой, премудрый человек, а его отравили, Косма и Демьян, их интересно, Косма и Демьян, братья, потом встречается в житии Косма, ну, Кузьма, и Демьян, Демьян, и те врачи, и эти врачи, считают, что эту биографику, как будто, перетащили, с одного места, со другой, я не исследовал, не знаю, но путают их, и вот тоже сумели, их отравить, при том, эти случаи не раз были, а где тогда Бог, ну, Бог сказал, что может быть такое, не так, что Он дал нам полную гарантию, и все, поэтому я пойду на красный свет, мне ничего не будет, потому что я верующий, во всем нужно благоразумие, напоминаю, когда к Антонию Великому пришли разные монахи из пустыни, они там распорили, что важно, один говорит молитва, другой пост, третий милостыни, один там благовестие, ну, что самое главное-то, все равно можно вывести как-то, что самое, наисамейшее, а он говорит, рассудительность, то есть благоразумие, самое главное, не научи дурака молиться, он говорит, лоб расшибет, не научи его поститься, он с голоду умрет, и будет молиться, просить смерти врагам, вот это я вставочку такую хотел сделать, Евангелие от Марка написано таким языком, и начинается каждая глава почти, и, это как будто отрывает от того контекста, и дальше, считает, что Евангелие от Марка, это Евангелие от Петра, Марк ходил с Петром, сам-то он не ходил со Христом, и то, что говорил Петр, он написал, и когда, говорит, там юноша один был раздетый, считалось раньше, что никто не написал из евангелистов, а только он написал, и, значит, отсюда вывод делали даже, что это Марк и был, вот такие есть места, которые из четырех евангелистов только один поминает, и там задействована какая-то личность, то считается, что именно о нем речи идет, может быть и так, но нам это не важно, не так, значит, у Виктора Николаевича по Москве получается в четыре часа, в четыре часа занятие у него начинается, ну, в четыре это что, шестнадцать, шестнадцать, в четверг и воскресенье, очень удобно, воскресенье у нас тут заканчивается, у него начинается, и когда разная программа будет, ну, можно легче, а то одно и то же проходит, оно одно и то же не помешает, потому что и забывается, и надо обязательно будет записывать, там я буду очень много расширенное толкование давать, это не просто так, потому что у меня очень большой опыт беседы с сектантами, и люди приходили после бесед православными, делались, что именно сказать, какую часть стиха они высвечивают, и что на это мы должны сказать, как правильно понимать, ну, будем употреблять там и мнение святых, отцов, бывают и каноны, для сектантов это никакой роли не играет, ну, ясно, что это неправильно, дух святой не перестал трудиться в апостольские времена, он во все века, Христос вчера, сегодня во веки тот же, и все зараз не открыто, проходит время, и начинается открываться больше, бег, что будет в субботу, но и угадали, а что, почему, как, где христиане будут, а дальше они ушли, они ушли в Витилую, там, где, какой город был, уже осада города, когда началась, их там никого не было, и как раз это случилось в субботу, вопрос был двойственный, об осаде гибели Иерусалима, и о кончине мира, и Христос ответом дает сразу, в одном ответе, два ответа, и об Иерусалиме, и о кончине мира, это тоже, 24 глава Матфея будет, ну, вот такое маленькое объявление, он еще не закончил Евангелие от Матфея, как закончит, так и сразу перейдет, время-то уже подходит к часу, вот, какие вопросы, у вас, если вопросов нет, то это значит, вы прилежные ученики, и все знаете, или совершенно невежда, вообще ничего не знаете, два варианта, а уж какое избрать, сами решите, я не знаю, какой вопрос задать, все непонятно, а другому, в общем-то, однажды мы идем с занятий в университете, я в одном-то университете, тут вел 18 лет занятия, это 21 тысяча студентов, хотя их и мало было, пришел первый раз один человек, и мы с ним вышли, он такой довольный прямо, и говорит, вот теперь я уже окончательно поверил, ну, конечно, вот сейчас считали, часть радости я получаю от того, что он, так, но меня интересует, какой стих именно коснулся его, вот так, но я его и об этом спросил, он говорит, какой стих, я поверил сегодня, что я, говорит, неверующий совсем, я говорю, вот это я попал, то есть он считал себя верующим, а побыв на занятиях, он признал себя неверующим, ничего у него нету оказалось, это тоже достижение, территория расчищена, можно начинать строительство, строительство, но старые развалины, то есть если не уберешь, ну как вот, как бы Варшаву поднялись, и прежде мусор бы не вынесли, как в Берлине, в Москве, вот это надо знать, вопросы, тут когда идут занятия, вот у нас там вчера, четверг был, Виктор Николаевич вел, и сегодня, кто-то не выключает видео, там, оно не тянет, мне дано это, быть здесь, потому что в любой момент говорить, и как-то оно лучше воспринимается, когда видно, а так я могу себя закрыть, и вот, постарайтесь не нарушать, потому что, кто-то еще тут был, вчера, и долго был, а тут запись портится, она скачками идет, и ролик испорченный, а на наших роликах люди учатся, так что, смотрите, чтобы у вас было выключено и видео, и аудио, обязательно, обязательно, он ведущий, и разрешает только мне, потому что я чаще призываюсь, чтобы ответить, сам-то я тут не напрашиваюсь, хочется, чтобы более-менее чисто у нас было, где Сергей-то, пускай решает, что-то дальше, но так вопросы не задают, я хочу слышать, я бы начал отвечать, но мало людей, или что, вот у меня интересный вопрос сегодня был, пришел ко мне крестник мой, необычный человек, еврей, не полукровка, а чистопородный еврей, его баптисты привезли сюда, в мою комнату, показать, вот, дескать, православное, Евангелие считает, знает, он с часа полтора или два побыл, и он вышел, с ними уже не пошел, с баптистами, стал православным, а сейчас стал он давно уже священником, у него, кажется, четыре сына, две дочери, ну и там, я-то записываю ролик, долго говорили, а у него усадьба, купленная земля, и четыре сына, все претендуют на это, решили разбить ее, но на одном месте строится, так как, он вопрос задает, ну как поделить-то, в ролике я не буду уже, чтобы вам интересно было, я может быть его решусь, поставлю за ночь к утру, отец Наум, Израилевич, город Белисси, Грузия, вот, и я ему ответы такие дал, а у него уже там решение, видимо, было свое, и не твердо такое, он сразу согласился, я говорю, а где Михаил-то, другой Левий, Левий, имена-то какие, Михаил дома, он его позвал, я стал говорить, и Михаил залупался, говорит, а я это и говорил, то есть я не знал, что он говорил, но два свидетельства, сразу поступило, но отец полностью согласился, вот, что именно там и говорили, и как, вот, будет интересно узнать, давайте вопросов, у нас вопросов много было в университетах, ходя занятия по радио, вот я в милиции, вопросы, прямо бумага непрерывно шелестит, по многу, вот я вел передачи, три радиопрограммы, до 30 вопросов, после, ну, закончится выступление мое, и дальше идут вопросы с банками, вы много слышали, много знаете, может быть, кажется, что все понятно, а если сейчас по отдельным деталям начать, проверять, а почему именно это Господь сказал, чем это было вызвано-то, а я не подумал даже, а это чем-то вызвано было, почему он так сказал, какие последствия, кто это когда выполнил, вот берут, вот, Мария Египетская, канон Андрея Критского, ее житие считают, каждый год, у нас ролик стоит, я показываю, что это неправильно, во-первых, она ни одного дня по Евангелию не жила, блудница из блудниц была, путана, ехать, поехали, куда столько молодых людей идет, а это все на поклонение Груссалям, она тоже, где переплыть надо, она рассчитывалась одним билетом, телом своим, совершенно не соблюдала заповеди Божьи-то, но ее там Божья Матерь даже не допустила, в храм ее отбросила, и тут она обратилась якобы, как биографию ее гласит, и ушла в пустыню, и 47 лет там была, голая, ничего на ней нету, все, соцлела, и вот, и она могла умереть в любой, ни разу не причащалась, а в монастыре был обычный там, недалеко монастырь был, что в разные места, на весь Великий пост, расходились монахи, и один забрел так далеко, что наткнулся на нее, ну и дальше, как развиваются события, ну сколько там, 9 век, допустим, она жила, ну уже тысячу лет, и ни одного подражателя нету, ну нельзя подражать, уйти, вот брось все, голое, и иди в пустыню, на 47 лет, ну не получится, ну а что, ну неправильно я говорю, есть другая Мария Магдалина, она называется апостол для апостолов, то есть выше ее, не считая Божьей Матерью Девы Марии, никого нету, она апостолом первой возвестила в воскресении Христа, она до императора Тиверия дошла, какая ее жизнь была, и ни разу в церкви не считается ее биография, то есть житие, ну еще раз я правильно это, то и нельзя подражать, а к этой всех надо призывать, идите по всему миру, как Мария Магдалина, и проповедуйте Евангелие, как Мария Магдалина, и ваша кончина будет, как Мария Магдалина, и награду получите, как Мария Магдалина, а египетской, это ничего нельзя сказать, я молюсь ей, египетской, ну я православный, вот, я это говорю везде, и там один знатный такой человек, ну богословствует, все, он так я сколько лет про это говорил, но маленько он не так говорил, может быть, я сразу вижу, что я не одинок, ну надо задумываться маленько, кому подражать, Павел прямо говорит, подражайте мне, как я Христу, почему другие апостолы, никто этого не сказал, Петр сказать этого не смог, не смог, и он, апостол Павел, для нас является примером, завущим, и в тех, говорит, подражайте тем, в ком видите это, Филиппийцам два раза говорит, а что такое Филиппийцам, ну надо знать, город Филиппы был, и он там, писал им, и писал из тюрьмы римской, когда, говорит, одна рука была прикована к стене, и одиннадцать раз говорит, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь, а что вы такие кислые, это все, как будто старые кофейники, чайники, называют себя, я, говорит, чайник, это я в песне про это говорил еще, радоваться, это внутренняя духовная радость, другой раз, на молитву встану, а молитвы никакой нету, только одно, словословие, аллилуйя, поешь и все, сто поклонов, почему, радость, радость, от чего-то, или где-то, было, и радость это достигло до нас, вот так, это результат, подобьет Господь, когда-то в конце, не так, что мы умрем, на страшном суде, Бог милостив нас простит, мне одна написала, позавчера, нет, не получится так, придет, говорит, для ожидающих его, во спасение, не для прощения, и за гробом нет покаяния, Ян Златоус, за гробом нет покаяния, повторяй, а что же вы тогда молитесь, ну, принято молиться, я и молюсь, это не повредит, ну, и говорит о том, что он из ада вылез, я вот помолился, или милости не подали, уже рисует там, он из огня вылез, а там бочка стоит, он наколонет, дальше не может, еще помолись, он уже на коленке встал, а потом уже подчеркнул и пьет, ну, дай Бог, чтобы так было-то, но это нигде не написано, у католиков там проще, заранее греха покупается, вздумал там что-то воровать, скажем, где-то, ну, сколько чего, вот тебе и пятимья, сколько-то надо внести, сколько это стоит, и на деньги все переведено, если человек готовился, я читал этот реестр их, реестр, это у нас к истинному православию, там, гордость папства, человек-убийство и ложь Ватикана, это две статьи, заранее, если думал он совершить нарушение седьмой заповеди, он заранее мог заплатить, я вот поеду там, и я встречусь, и это будет грех, но чтобы откупить его, если это монах совершил грех, больше, а если монах с монахиней, там еще больше, то есть все разложено, а у нас-то, видишь, неопределенность, царства тебе небесного желаю, а вот дают, церковь подают, там, ну, а какая польза, нет, а у католиков там четко, счистилище, он там побыл, очистился, и теперь вот Бог так делает, я не призываю опять ни к чему, ну, говорю, ну, хоть как-то утешение, у нас этого ничего нету, и правильно, что нету, потому что, Бог ответит, сокрытое откроет, когда придет судить мир, 1 Коринфян 4,5, и 9,28, к евреям, вот еще одно место, где говорит, о том, во второй раз явится, говорит, не для спасения, для ожидающих его, вот так, не для прощения грехов, вопросы? Мир вам, братья, это роман с кроликов, вот вопрос по поводу, получается, вот как раз, благовестия, то, что мы сейчас читали, это и есть как раз, благовестия, глава последняя, вот такая, особо касающаяся, благовестия, вот, то есть, в чем заключается спасение, и как Господь, потому что, Христос, слава Ему, искупает наши грехи, вот, и хотел бы спросить, угнать, если, вот он, вы слышали, как я, благовестую, то есть, вот и видео, там, я выставляю, там, и у меня почти одинаковый, вот, слов, но он немного меняется, вот, как бы, и все, вот вы слышали, как я, если нужно, могу, как бы, вкратце повторить, и правильно ли, или что-то, какие-то замечания, вот, что-то, что-то, что-то. Человек может задуматься, от малого сказанного, вот, Николай Евграфович Бойко, он был комсомолец, и попал в плен, и уже дошел до полного, полного истощения, ну, такой здоровый, крепкий парень, у него, там, 40, что ли, килограмм осталось, или меньше даже, вот, и он не мог мешок нести, а немец подошел, и штуком ногу ему проткнул, вот, где-то там был, у него дизентерия, и он уже доходил, ну, и там, где работали, они в лесок, он пошел там за кустом присесть-то, и смотрит, смятая бумажка лежит, ну, как раз бумажка-то и нужна, а он ее пока сидел-то, развернул, а там написано, отче наш, он ее сразу бумажку-то очистил, и заучил наизусть молитву, никогда не думал о Боге, что он есть, он о себе свидетельствует, а потом уверовал, а потом вернулся, когда уже освободили его, сразу ему там сколько, наклепали, лет 10, раз в плену был-то, и он теперь уже другим свидетельствует, но баптистом стал, не православным, и книга его написана, в общем, такой опыт большой он передает, вот когда тебя арестуют, ты там, где будешь, там тебе постели-то не будет, а бывает на бетоне, никогда на спину не ложись, каждый себя сейчас пощупать за спиной, никогда, это смерть, там почки, почки сразу застынут, а там одна кожа, ничего и нету, если уже совсем-совсем нельзя, никак, никакой одежи нет, подстелить под себя, на бетон ложиться, только животом, живот это котел, если кормят тебя, там горячее выпил, там все, ты можешь в это время поспать, и ничего не простынет, а что простынет-то, там все время идет движение в кишечнике, а почки-то на одном месте, вот, я раньше не задумывался, это до ареста, и он дает совет, вот, бывает костюмы сзади разрезаны, ну, как бывает у женщины, платье там, ну, шинели разрезаны, он говорит, зашейте все, а я стою, в баптистском собрании, это, пришли мы к ним, ходили, слушали, слушаю, а там только что у них братья их, вернулись из заключения, и передают опыт, сразу зашейте, я пришел домой, сразу иголку взял, и крепко-крепко сшил, чтобы прорези не было, а тут раз, меня арестовали, и теперь ложиться, а там, эта кровать называется шконка, а вот кровать, эта рамка-то целая, все заварено, а тут повдоль и поперек шины, шины, вот сложи вместе три пальца, вот так вот, железо натянутое, довольно толсто, так и поперек, больше ничего нету, вот на этих шинках ты будешь лежать, потом тебе дадут матрас, я понял, я то знал, я уже все это знал, я мог просидеть, просидеть, вот, потому что, ну, спать-то охота, то на живот ложиться, а на живот вообще там, как ты ляжешь на них, на спину не ложись, тогда рукой уцепился, вот так вот, за верхнюю шконку-то, и продремал, а наутро уже матрасы дали, простынь, одеяло, полезно все это знать, а как подготовиться, в прошлый раз как-то спрашивали, как подготовиться к этому, готовиться надо, люди-то вот готовятся, когда к чему-то, в атосферу полететь, они какие там, смотри, тренировки проходят, женщина, которая рожать думает, она еще не родила, а я ей там пузырь даю, чтобы она дула, училась, кожилицы называется, надуваться, еще ничего нету, должны работать на этом ускулу, так и здесь, ты не пошел, а тебя возьмут, а будут бить, или еще что-то, как ты будешь себя вести, судить будут, оболгать тебя могут, и самое тяжелое, когда друзья, едущий мой хлеб поднял питу, вот у меня такое было, священники, где я причащался, а он против меня выступает, что у нас лояльные, лояльные, такие хорошие отношения с советской властью, а благодаря таким вот, как я, они нарушаются, я говорю, не надо угождать властям, надо обречать, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обречайте написано, тяжело это все слышать, но все равно, он так против меня-то сказал, а я ему задаю вопрос, это его Михаил Скачков, фамилия такая, отец Михаил-то, да я не так говорил, а судья сразу, как не так, тут же все записано, ваша подпись, но я вижу, что он-то или забыл, или, ну и, ну говорил-то плохо, плохо, что я против советской власти, и вот, ну такое вот, а больше он ничего мог сказать-то, а я в это время, тут тогда не было клетки этой, как сейчас там делают, может быть, уже знали, что я так, да на уровне груди, груди даже, ну да, на уровне груди, ограждение такое, а тут выше ничего нету, и скамейки, за этой перегородкой, бывает там человек пять сидит, а я один сидел, я вот так, а он выступал с трибуны, прямо рядом, я руки так протянул, отец Михаил, благословите, он из этой трибуны-то, шагнул назад ко мне, и сразу благословил, студия нельзя, нельзя, а уже все, а охранники потом говорят, надо же так, обличил этого попа, а потом благословите, и мы сразу с ним примирились, но я, кажется, еще не вернулся, из заключения, он уже умер, что-то не пожилось ему, вот так, то есть, обстановка иногда показывает, ты тренировался, тренировался, на деле-то, когда коснулось, ничего нет, вот Советский Союз, как готовился к войне, в каком месте враг нападет, все получилось не так, думали, он на Киев пойдет, а он по Минску ударил первым делом, и ничего не сгодилось, я сегодня особый ролик прослушал, Павлов, вот, его расстреляли, генерал армии был, а сейчас реабилитировали, он там совершенно невиновен был, вот так, готовится, все никак не охватишь, но надо молиться, и Господь укажет, какие места, особенно надо хорошо знать, и бывает одно слово скажешь, не свое, а скажи, так говорится в Святой Библии, книга пророка Михея, говорит вот так, и процитирую, глава такая, такая, так вы забитые такие, сразу, книга пророка Яиля, 3 глава, 10 стих, Господь говорит, туда, Господи, веди твоих героев, через Яиля, туда, Господи, в герои, все герои, те, которые выдержат испытания, и вот, это не наши слова, они верующие, все пойдут в огонь вечно, надо знать, что сказать, вот здесь, попутно поделюсь, в Барнольской тюрьме, 17-1, я находился, канатная 81, в 86 году уже было, ну, на прогулку-то выводят, тебя, ты побыл там во дворике, на самом верху, стены высокие, а сверху сваренная решетка, и ходишь часовой там, чтобы воздухом дышать, ну, это просто, ну, необходимо, а я написал кое-что, на бумажках-то, а стены-то там, штукатурка под шубу, шуба, это вот такими комками, комками она вся, прилеплена, чтобы писать нельзя было, а между ними там как, можно задержаться, я написал штук 10, и в разных местах, тебя в одну камеру-то ведут-то, и в этой, а после нас-то проверяют, не оставили ли чего, ну, из 10, которые я натолкал везде там, там, допустим, 8 нашли охранники, а 2 не нашли, 2, я рукой переписывал, на тетрадных листочках-то, и меня сразу начальник вызывает, как сейчас помню, Анатолий Иванович его звать было, он, я не знаю, режимно-оперативный работник, или что был, ну, суровый мужик такой, это ваша работа, ну, еще, моя, так вы что, верите, ну, верю, так, я тебе дам, дескать, напишешь у меня где, я говорю, так написано так, всякой власти придет конец, и все во всем будет Бог, и компартия ваша исчезнет, да за эти слова мы тебя сгноим здесь, я говорю, Библия так написано, и ему процитировал место, где об этом говорится, книга пророка Даниила, камень ударит и наполнит собой всю вселенную, он сразу, как говорится, обмяк, это еще так и написано, ну, наверное, так и будет, а он коммунист, до этого грозился, а тут же я ему какое место привел Писание, и он уже не на мои слова смотрит, а на это, меня в одну камеру посадили, а там, называют, милиционеры, которые что-то сделали не так, но их в отдельно держат, и лагеря отдельно, потому что заключенные их сразу убьют, задушат, а у них там чище, спокойнее, ну, не бывает, вот один пьянец, там, заталкивал машину, он уперся пьяный-то, говорит, расшарашился, и никак, он его толкал никак, он еще не додумался, выхватил пистолет, ему в спину выстрелил, ну, теперь разбирайся, а у другого жена изменяла, ну, изменяла, и он ее зарезал, ударил ножом, вот такой, а другой на охоте стрелил, и оказалось, в камышах там товарищ где-то был убил, ну, такой, как бы, не воры, где-то, и один лежит, майор, и все меня спрашивает, а вот если такая обстановка, как бы вы ответили, я ему отвечаю, он молчит, долго лежит, молчит, губами шевелит, опять спросит, а у него юридически, кажется, образование, образованный, опять вопрос, ну, Господь мне дал возможность отвечать, я ему отвечаю, тогда вот так вот, и он, потом мы говорим, да, как у вас все обдумано, вас никак не взять, вам, то есть вас посадить могут, но осудить никак, осудить это доказать, а что он докажет-то, вот, я ему отвечаю, вот там находится человек другой веры, допустим, и как ему ответить, когда он не верит, ты сам знай эти места Писания, вот мы это будем проходить, ты вооружен, как говорят, это опасен, разоружить, говорят, догнать и уничтожить, тут не получится, за нас Господь, и тот, кто за нас, больше того, кто в мире, я хочу вас просто настроить, чтобы вы были готовы, не перейти, а быть, в эти дни, когда у Виктора Николаевича, дети не покидать занятия, и старайтесь хоть одного человека привезти с собой, еще так мало-то, даже 18-ти нету, я не знаю, сколько разрешается тут за раз, а кто отделится, может быть, это отдельно, свои занятия повезти, мы советуем, у нас материалов очень много, чтобы не бесплодными были, Игнатий Тихоновича, вы не знаете, у католиков торговля есть в храме, ну, откуда у них доход, кроме вот этих индульгенций, еще, еще откуда? Я где в католических храмах был, торговли нигде не видал, ну, я мало был, ну, в больших городах был, в Томске был, во Фрунзе, там, еще где-то в Санкт-Петербурге, в Таллине, в Риге, ну, где-то я был, там, в Америке, где приходилось быть, заходили, ну, во многих, даже государствах, но я не видел, может быть, где-то отдельно торгуют, а, один человек мне сказал, а у них, говорит, торговли вообще нет, а на что живут? А государственное обеспечение у них выдается, вот как в Германии, это кто священник, ну, ему положено сколько, допустим, он получает, так же, как, два учителя вместе, к примеру сказать, государственные, а поэтому налоги все платят, вот, у нас уехал один, ну, сын Нины Васильевны, то есть, Надиной племянницы, ну, его там спрашивают, а ты какой веры? Там спрашивают, а он старообрядец, ну, я старообрядец, видимо, так ответил-то, а у него там старообрядец, видимо, нет ничего, он говорит, а что это за вера, такая немец-то? Православный есть, ортодокс, там написано, католик, тут ясно дело, что у них есть, и ему сразу, сколько платить в месяц, работать будет, с него высчитывают, и деньги переводятся на ту организацию, а та организация, эти деньги уже распределяет, сарообрядческая, православная, это я вот сколько знаю, у них так, больше торгашей, чем православная, нигде нет, все торгуют, все, и душ, и телес, как в откровении 13 глава говорится, все, и поэтому правила, которые у нас есть, но они приняты, когда еще не было разделения с католиками, у меня мало встреч с католиками, то я не знаю, у них эти каноны вообще-то действуют или нет, вот у нас пост, постные дни, вот сегодня пятница, у нас все без масла растительного, так положено, но нам и нужды никакой нету, я все добивался, сколько, у нас получается больше половины дней, ну, 189, кажется, но 365 дней в году, вот и считай, больше половины постные дни, 4 поста, да еще, среды, пятницы, почти круглый год, я спрашивал у католического ксенза, здесь был роман у нас, ЦАЛО, фамилия его, и он как-то отвечает, или я не пойму никак, сколько у вас в году-то поста, я наконец узнаю, кажется, один день, ну, как же так-то, один день-то, даже у евреев это 4 дня было, я вот не вижу, Евгения Трабко, попутно сказать, где он, кто знает-то, его нету, ни там, ни здесь, на занятиях, он ходил, что случилось, или что-то еще, ну, вот так, Роман, такой ответ, кто может вызвонить, Евгения Трабко, то узнать, в чем дело, почему его нет на занятиях, можно написать ему личку, но он говорил же, что там неспокойно, что-то, ну, вот мы не знаем, что неспокойно, это живой, не живой, я молюсь за него каждый день, ну, на сердце спокойно, почему-то, если бы что-то было, я думаю, Господь бы как-то дал знать, или он может пошел куда-то дальше еще, он тут довольный всем был, все, и там, крещение принял с полным погружением на Елеоне, а ему дозвон, здесь говорит, Сергей, я не могу сказать ничего, вот надо узнать, запрос сделать какой-то, он не в сети, не понял, ну, что бывает не в сети, ну, как бы, а, не в сети, ну, что, что не в сети, ну, скажи, мы беспокоимся, человек-то хороший, много знает, и к нему обращались, нужный, на занятиях тут был, так, ну, что, я Виталия спрошу, Калиникова, как у тебя с Испанией дело-то идет, Виталий Калиников здесь? Игнать Игорь, ну, переговоры пока идут, с кем? вот, и я сегодня только закончил, последний день, я меня, ну, вот эти 8 часов отрабатывал, по вашей системе, на 100% старался, да, ну, и они мне пошли навстречу, там, даже дни уменьшили, и пригласили еще на работу, я говорю, да у меня полно работы, ну, и хорошо, что с женой-то, отпустит она тебя через границу, или нет? ну, я переговоры веду, я потом вам напишу, Игнать Игорь Игорьевич. ну, главное, чтобы ты ласково обошелся-то, ну, я стараюсь, ну, молодец, конечно, у меня трудно это, вот, ласково, но, я постараюсь, ну, по-другому-то никак, Виталий, дорогой, ну, один говорит, вот сегодня я выступал, проповедь говорил, ну, я и вжарил им всем там этим, а ему старый проповедник говорит, у меня, говорит, корова есть, и когда я хочу молока больше получить, я знаю, что у коровы молоко на языке, накормить, а не палкой бить ее, так что ты поши, да знай, как, потихоньку двигается дело, но не сразу, ну, да, хорошо, хорошо, еще, замолкай-то, еще пять минут, вот, задали, я рад, что вот, что вот этот парень, этот, Дмитрий, активный, стал активничать, там, создал какие-то площадки в интернете, где будет, материалы тоже, вот, выставлять, очень хорошо, прям здорово, он сильно полюбил, Сергея Парализованного, а теперь это, это, индустрам-то этот, называется, вот, и он там фотографии мои берет, и какие подписи, вчера мне научили, как подписи делать, чтобы они не отрывались, куда не перенесешь, а подпись с фотографии переходит, вот, ну, я много приготовил, он что-то еще проще, говорит, нашел, я говорю, но все равно фотографии-то объяснить надо, кто на ней, ну, вот старается, уж, еще дальше будет, не знаю, ну, я с ней созвонюсь, поговорю, какие у него планы, чем смогу, тем помогу, ну, тебе тоже, спаси Христос, ну, меня, Игнать Игорь, вот, если Бог даст, вот, с Редисом посотрудничаем, он же тоже заинтересован, вот, ну, в помощь, и мы постепенно начнут, Бог даст, начнут, отчитывать, вот эти стихотворения, ну, да, у нас огромный материал, да, и еще сегодня, на, на, это, мне там, в новостях пришло, что новый ролик выпустил, Думуха, Александр, или как его зовут, ну, ну, вот, и там про мой канал, там у меня есть канал, живут, А, ну, это пустое, я это видел, слышал, у него ничего нету, я еще не посмотрел, я еще, это, только о нем молиться, она не молиться, ничего не надо отвечать, пожалей несчастного человека, все потерявшего, он не знает, что делает, что худо творит, помолись о нем, никак не отвечай, не надо, ну, написал он, ну, еще из-за этого, я все равно сплю на своей кровати, и все у меня на столе есть, друзья остаются, а человек все потерял, он достоин того, чтобы мы пожалели, помолились за него, согласен, да, аминь, призываю, вот, у меня когда получается трансляции делать, я там ссылки кидаю, вы, пожалуйста, там репост делайте, по возможности там, в социальных сетях, может кто-то новенький увидит, там, заинтересуется, присоединиться, ну, а вот тут-то, вот тут-то, кто есть у нас сейчас-то, вот пусть может, вот и слышит, на наши ресурсы посылайте, и тут легче всего знакомиться, все-таки у нас 26 тысяч подписчиков, и 26 миллионов просмотров, у Никиты-то велосипед украли, у Никиты-то велосипед украли, а я его ролик-то поставил, и у меня, ну, за день, на тысячу больше, чем у него, у него-то, видимо, малоизвестно, 200, а тут 1200, я там сделал комментарии, кажется, два комментария, больших-больших, как на воровство смотрят житья святых, и о воровстве, когда мне в жизни приходилось встречаться, и слышать, что я тоже написал, вот зайдите просто, прямо в самом начале, на нашем видеоканале, Никита Колесников, просто заряди, и все, Никита Колесников, украли у него велосипед, это наружное наблюдение, показывает, как вор подходит, как садится, и Никита очень сильное выражение написал, говорит, я же, в 4.40, если бы я встал, как обычно-то, так нет, дрых до 6 часов, а в 4.40, он как раз и был вор-то, я бы его задержал, или что там, даже вспомнил, во сколько у нас встают, приятно это, и себя не оправдывает, не просто так, дрых, я, да что-то неделю целую приболел, помоги ему, Господи. Знаете, тихо, так люди как слышат, так надо не бриться, и платок одевать женщины, куда им приходить на занятия, обличают их слова ваши? Я считаю, Володя, ну-ка иди, все, перехвати, еще раз повтори-ка, Рахиль. Это Наталья, я говорю, что люди, включите видео, Игнать Тихович. У меня, у меня включенное. Видно, Игнать Тихович? Я говорю, люди слышат, что бриться не надо, парни, мужчины, да, вот они и не приходят, борода-то обличает их. Ну да, ну а еще, разве трудно, что вот вчера, у меня зашел один, 50-ник, я сегодня ролик, вчера и выставил, по бороде. Интересно, вот, ну человек такой, раз он есть, и, вот посмотри, ролик как названный, ролик так называется, вторая Маковейская, я просмотрела его, просмотрела. Он маленький, 10 минут, 14-3, добровольно осквернившийся в смутные времена, добровольно осквернившийся, так как раз обродобрите, мы с ним и говорили, или 50-ник, он, церковь, церковь, когда-то взялись, а церковь, церковь Христос основал, то они 50-ники, спустя полторы тысячи лет, или 1800 лет спустя, они церковь образовывают, ну что смеяться-то, церковь Христос образовывает, образовал. Ну, вот были у воскресения у баптистов, они, некоторые вот говорят, что мы все родом из православия, вот, и, и в итоге примкнули к баптистам, но опять же, вся та же причина, любовь к Слову Божьему, вот, а я им говорю, так мы вот сюда и пришли, и от трансляции уж провести, чтобы показать, как вы любите Слово Божие, вот, и еще такая информация, баптистам запретили в тюрьмах, вот, уже как 4 года в тюрьмах проповедовать, баптистам запретили. А мы это знаем, нам тоже отказали, везде отказали, и отказали, по той причине, что-то нарушали. Я вот ходил 18 лет в тюрьму, и ни одного замечания не было, ни от одного письма не вынес, ничего, я заранее сказал, по рации выступаю, иду по камерам, ну, а так, раз вынесли такое решение, то отдельно для нас делать никто не будет, это решение-то общее, ГУИН. Главное управление исполнение наказаний. То есть я правильно понимаю, православным тоже нельзя, да, Игнатьев? Никому нельзя, никому. Вот, допустим, православные, если договариваются, то, видимо, только для исповеди, там, что-нибудь такое, ну, ну, короче, мы-то были там, и мы православные, и нам тоже отказали. Ну, так как уже тут такое дело, мы, тут интернет все сейчас забрал у нас время-то, а так каждую неделю шли по камерам, а я выступал по рации с ними, так, довольно успешно было. Многие бывшие, которые стали то в церкви работать, то как, ко мне на дом приходили, там, жизнь исправилась, ну, Бог его знает. Как? Ну, они знают, кто перед ними, я такой же каторжанин, они все знают, абсолютно. Дескать, тертый калач на меня, говорят. Я ему отвечаю уже, ну, не употребляя их жаргон, зачем это нужно. Валерий Сутармин меня зовет на конференцию к себе, но я что-то не особо хочу взять. Не надо, не надо, это все выдумка. Какая конференция-то? Празднование девству, когда вся страна захлебывается блудом. 20 тысяч абортов каждый день. Это озвучил Стерлигов Герман Львович. А раньше было 18 тысяч каждый день. Убийства столько. 20 тысяч. 9 лет в Афганистане воевали, бились, бились, и только 14 тысяч 700 потеряли. За 9 лет. А это ежедневно. За время перестройки, подсчитывают, почти 120 миллионов абортов. Это государство было погублено в утробе матери. И второе... Игорь Тихонович, вот такой вопрос. Конференция имеется в виду в онлайн, и вот они там будут вопрос отвечать о АБА Несночеве, такой митрополит, что ли он был в Санкт-Петербурге, Ладожке. Ну... Вот. Я там про него один случай знаю, ему рассказал. Вот. А что вы можете про Санчева? Вот что-то вы знаете? Что за... И принадлежат ли книги ему, которую он писал? Я по одним сведениям, из одного источника слышал, что книги писал Константин Душенов, а как бы выдавалось, это как будто Ян Сночев писал там. Вот такое вот. Ну, такое толкование, я знаю. Я с ним беседовал, с Константином Юрьевичем Душеновым. Я ему книгу послал, и как он освободился, мне сразу дал телеграмму, что освободился. А о Санчеве у меня ответов несколько в книгах. Мне вопросы о том университетах задавали, и я отвечал. Один вопрос бы я ему задал. Как в советское время, когда всё на учёте ставило, как ты мог митрополитом стать? А тут все осмелели уже. Почему-то есть подозрение, что он не своей смертью умер. Пишут так. Потом он говорил так. А при советской-то власти, выходит, всё одобрял. Иначе мы никак. Какой там? Даже со мной кто-то знаком был, в советское время, знаком. И узнавали, где он, сразу из семинария вылетал. Не я, а знакомство наше. Ему путь преграждало. А это профессор Осипов, при советской власти. Да там, глубже-то копни, что там было, как он там попал. И это тоже... Там всё серьганство им было проглощено до капли. Я про это... Примерно тоже сказал этому Валерию Сутермину, говорю, что такой персонаж надуманный. Да. Ну, вот нам теперь что судить, он ушёл на тот свет уже. Ну, с чего ради собираются-то? Празднование девства, ну, даже никак. Никак. Они даже этого не понимают, что это ни из святых, ни в житиях, нигде нету. Нету этой. Игнатий Тихонович, эпопея прошла, эпопея девства прошла, там другие какие-то вопросы поднимает он. Не только зацикливается. А вопрос один... Я говорю, давай о крещении скажи. И говорю, вот такой ужасный вот момент. Он вроде бы так согласился, ну, давай как-нибудь о крещении поговорим, там всё такое. Да ничего не изменится. Ну, а в кавычках... Ага. Патриарху писал я, всем патриархам писал, и Алексей Второй-то сказал, что не крестить там, где нет полного погружения-то. Ну, к Истинному православию там у меня описано всё. Патриарх. Тут наша Барнаульская епархия два раза принимали решение крестить полным погружением. И так и не крестят. Тут надо решительно так всё это поставить на вид. Я сегодня смотрел какое-то крещение, священник, бритый, но это где-то что-то униата или кто. И так у них сделано на уровне груди длинная ванна. И туда заходят одевшие. Маленький ребёнок одевший. Его там опрокидывает, голова наружу, рукой держится за край, рука не погружённая. Ну, какое же это крещение-то? Женщина одна, солидная такая, тоже в ванну перешагнула, и там положили её, она выходит, вода течёт с неё. Вот как стояла в кофте, такая туда и легла. Легла, голова наружу, волосы видно сухие. Ну, то есть издевательство, кощунство. Игнатий Игоревич, ну вот за Валерия что скажу, он ещё говорил, что вот некоторые смотрят, когда в интернете его материалы, ролики, и вот есть женщины, которые остановились. Они думали уходить, хотели там из семьи всё там, справку получать эту и так далее. Ну, вот некоторые остановились, прислушались, и вот такое вот, положительное. Да это ещё ничего не говорит, что положительное. Может быть, два блудника сошлись, их раздирает Господь уже, а сатана их слепляет опять, продолжали. Это-то ничего ещё не говорит. Для этого не надо сутармина, надо просто поверить. Бог сосчитал, человек не разлучает. Приведи к Писанию, к месту Писания, чтобы он не ради меня делал это, а ради того, что Христос сказал. Вот как надо рассуждать. А вот сутармина-то там и этого и нету. Я вчера тут слушал одного священника, он где-то около двух часов с лишним говорил, отвечал на вопросы в какой-то кафе. Кафе написано там, кафе, кафе, кафе. Вот. Ни разу на Библию не сослался, ни разу. А такой уж он речистый, там и о Маяковском, и о Сенине, всё им расскажут, всё отвечают. А когда о торговле спросили, он вот такими велюжинами пошёл в Ветхом Завете, там как, ему говорят сегодня, а у нас тут священник, то есть он не отойдёт, это его кормушка. Он прямо не может ни на вопрос ответить. Он начинает так, он, видно, что привык к этому. Если бы я там был и сказали бы, вот как только он говорит неправильно, остановите, он бы вообще не смог говорить. А он говорит с пулемётной очередью. И всё знает везде, всё. В общем, я не уверен, но как-то вот так. Я не уверен, но вот это слышал. Не уверен, а вот где-то написано. И притом о Мирском разговаривает. Я не хочу называть, потому что когда меня спросили о нём, он такой теперь важный, вы ещё подумали, я говорю одно слово, опасный. Опасный. Я первый раз его послушал и думаю, ой-ой-ой, не приведи Господь, если он на меня наткнётся. Братя, это Роман в ролике. Вот я тоже так общался с Сергеем Чесноковым, который тоже вроде бы добрые дела делает в плане того, что пропагандирует, что не надо аборты делать. Как это вредно или не вредно. В общем, и я ему с ним лично тоже разговаривал, что говорю, если вы не благовествуйте и говорите о Христе, хотя вы называете себя православным, то вы это всё у вас, как вот сейчас вы тоже говорите, это всё на поверхности. То есть, человек, да, поверил вам, но где-то что-то услышал и другому поверил, а тут его надо вести ко Христу, чтобы он полюбил, как говорит, Господь говорит, кто заповеди мои соблюдёт когда полюбит меня. Ну, это я уже так перевожу, а он говорит, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдёт. То есть, не будет уже аборты делать никогда полюбить. ещё, наверное, молиться пора, Сергей. Сергей убежал на работу, Игнать Тихонич, помолитесь. Ну, давайте тогда достойно пропойте. Достойно есть окова истину, блажите тебя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую хирургим, и славнейшую без сравнения серафим, без искления Бога Слова, Родшую, Сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресняй во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Игнать Тихонич. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием, чтобы возблагодарить Тебя за всё, что Ты сотворил, и везде тайной мы покрыл. Для нас всё неразгаданно остаётся, а мы жизнь проживаем, не зная и Тебя, как должно. Открой нам Духом Святым дверь к познанию истины Твоей во всей полноте, чтобы мы знали, кому и как отвечать, дабы имя Твое Святое не хулилось через нашу жизнь. Посети страдающих в других странах, лишённых свободы, убиваемых детей Твоих. Дай им силу устоять до конца и прославить Тебя и смертью, как они славили Тебя в жизни своей. И приготовь народ к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Хвала Тебя за всё, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Христос. Спасибо, Христос. Христос.